Когда ребенок взрослеет, мы должны передавать ему ответственность за свое заболевание, на него перекладывать уже, чтобы он самостоятельно контролировал сахара, самостоятельно считал хлебные единицы, самостоятельно делал инсулин. Это сложно, особенно в пубертатном возрасте, потому что очень у многих детей возникает отрицание своего заболевания, с вами конфликты, он не хочет вам доверять, он не хочет с вами рассказывать вам что-то, разговаривать с вами, воспринимает многие советы в штыки. Да, сложно, но мы должны это делать. Мы боимся мамы, родителей, мы боимся, что что-то пойдет не так, мы боимся каких-то страшных последствий, нам хочется, чтобы все было идеально. Но такого не будет, и если есть, то это единицы. Поэтому ребенок должен пройти обучение, да, он должен на каких-то собственных ошибках понять, что, ай, я здесь что-то сделал не так, маму не послушал, а надо было, и да, я исправлю. Это все равно путем проб и ошибок. Поэтому больше доверяйте ему, передавайте ему, не вы меряйте сахар, а он меряет сахар, иди померяйте сахар, давай посмотрим, сколько ты будешь есть, сколько здесь хлебных единиц, чтобы сам считал, и так вот, сколько единиц ты будешь делать, давай подумаем. Если он так вот идет на контакт, это отлично, иногда они не хотят, я сам, я все сам знаю, я не хочу тебя слушать, хорошо, окей, пусть делает, как считает нужным, потом через 2 часа после введения инсулина, после еды перепроверьте обязательно, да, скажет, давай посмотрим, как ты правильно сделал или неправильно, давай посмотрим, есть ошибки или нет. Здесь, конечно, система непрерывного мониторирования глюкозы вообще потрясающая, потому что приходится сахар часто мерить, и чаще, чем, может быть, раньше, и, конечно, она помогает, и телефоном они пользуются, гаджетами всякими гораздо больше, чем мы, и проще, потому им это удобно, вот, поэтому, да, неправильно сделал, хорошо, но вот видишь, тут вот была ошибка, давай вот в следующий раз эту ошибку будем корректировать, и, в принципе, несмотря на то, что они ершатся, и они вас не слышат, они слышат вас, они просто не хотят признавать этого в самом начале, но они понимают, что вы правы, и даже не говоря вам, мам, спасибо, там, да, спасибо, что подсказала, они понимают, что вы правы, и уже прислушиваются, уже начинают исправлять свои действия, поэтому не стоит этого бояться. Конечно, они становятся более самостоятельные, они уже гуляют, ходят куда-то, ездят, без вас, да, тут тоже, но я, конечно, рекомендую все равно проконтролировать, что с собой взял, взял или шприц-ручку, взял или глюкометр, то есть вот он уже стоит на пороге, давай посмотрим, ну, давай перепроверим, все ли взял, давай, тогда, в принципе, я думаю, можно избежать таких каких-то крупных ошибок, неприятностей. Все зависит от ребенка, насколько он самостоятельный, насколько он готов самостоятельно этим заниматься. Это может быть и в школьном возрасте, и очень организованные есть дети, в 8-9 лет совершенно спокойно, самостоятельно все очень многие, очень адекватно все делают, и считают, и подкалывают, и сахар смотрят, очень организованные дети. А есть мечтатели в своих мыслях, они в 40 лет забывают посмотреть сахар и сделать инсулин. Поэтому тут все индивидуально, я считаю. Но нужно постепенно всегда, даже с детства, всегда, ну, давай ты сам попробуешь, и давай ты сам попробуешь, предлагать ему самостоятельности. Я всегда советую мамам обходиться без гиперопеки. Иногда нам кажется, что когда мы все четко контролируем, четко смотрим, даем ценные указания, будет лучше. Нет. Все же нужно отпускать постепенно ребенка. Я не хочу сказать, что это делать в один миг, все, ты сам как хочешь. Нет. Но постепенно доверять ему больше, больше моментов в своем здоровье. Да, интересоваться, давай посмотрим, как у тебя получается, давай посмотрим, что там по трендам получается. Но стараться не навязываться. Особенно в подростковом возрасте они очень агрессивно к этому относятся, очень многие подростки, и им гиперопека их раздражает и вызывает агрессию. Поэтому нужно найти, конечно, баланс между... Ну, вы всегда лучше своего ребенка знаете. Вы всегда чувствуете... Вот сейчас можно ему сказать, ну-ка, давай посмотрим сахар, или сделать паузу и посмотреть там, что он поел, подколол, а потом через два часа там напомнить, это там как у тебя, как дела, там нормально все подколол, все нормально, как себя чувствуешь. То есть вот все равно вы чувствуете его. И, конечно, нужно набраться терпения и спрятать свои страхи. Потому что страшно. Страшно. Отпускать.